Всем привет! Сегодня попробуем разобраться, какой же самый главный навык предпринимателя есть и должен быть, и который стоит развивать. Итак, заблуждение номер один, миф номер один. Многие считают, что самое важное и самое главное это продажи. Мол, не будет продаж, то можно бизнес вообще закрывать, и если у нас нет денег, то, собственно, и нечего, ни с чем не получится работать. Это прикольно, здорово, и многие, к сожалению, фокусируются именно на продажах, забывая, либо недостаточно уделяя внимание продукту, либо другим аспектам. Что получается? Да, если ты прокачал себе навык продаж, если ты умеешь убедить клиента либо манипуляциями, либо выгодами, либо какими-то другими способами, чтобы он купил твой продукт, это бесспорно хорошо. Но, к сожалению, получается так, что продаешь ты продукт либо не до конца хорошего качества, либо не свой продукт, либо оказываешь посреднические услуги. Да, это неплохо для того, чтобы заработать сколько-то денег, может быть даже в перспективе и достаточно большой объем, но ты всегда завязан на кого-то еще, ты, по сути, выступаешь в роли посредника. Поэтому продажа это, конечно, классная штука, но это еще не все, и нужно изучать и использовать другие методы. Второй способ, второе заблуждение, это то, что продукт решает все. Это мое любимое заблуждение, потому что им страдает большое количество экспертов. Заключается оно в том, что если я буду делать свой продукт хорошо, то люди его увидят, оценят, подтянутся, и, собственно, у хорошего специалиста не может быть простоя в заказах. Это совершенно справедливо, это здорово, но где вы видели, например, хорошего врача без клиентов, либо хорошего сантехника без работы, мы понимаем, что хороший специалист всегда занят. Да, но если он не делает бизнес. Как только специалист начинает делать бизнес, он попадает в ловушку. К сожалению, эту ловушку попадают многие. Заключается она в том, что нам кажется, что мир несправедлив, и мы ее связываем, эту проблему не с собой, что вот мы что-то делаем не так, а что люди не ценят нас. И в этом случае у нас немножечко рушится не только продажа, не только вообще понимание ситуации, но и вера в себе, доверие к себе. Поэтому если у нас хороший продукт, это отлично, это самое лучшее, что может быть. Если мы добавим к нему продажи, то это будет вообще волшебно, и это будет, наверное, одно из самых важных решений. Поэтому важно в том числе развивать и тему продаж. Третье заблуждение, оно касается организации внутреннего процесса. Некоторые люди думают, что система и последовательность, и правильная работа – это наше все. То есть если мы построим систему, если у нас будет все по полочкам, если будет понимание, как и что мы делаем, то нам гарантирован успех. Команда будет работать как часы, все будет отлично, все будет так, как надо, и клиенты будут довольны, и продукты будут продаваться, и продажи будут работать, и, в общем, все будет отлично. К сожалению, это не так. Система отлично работает, но она работает только как опорная точка. Нельзя на систему ставить абсолютно все карты и думать, что если мы простроили все идеально, то у нас и будет работа идеальна. Конечно, это миф, да, это заблуждение Почему? Потому что в любой системе она работает не автоматически, а она работает с людьми И мы можем на них влиять, и мы можем их мотивировать Поэтому в систему мы добавляем людей, только на систему ставить нельзя Это тоже будет большой ошибкой, которую совершают предприниматели Пытаясь оцифровать абсолютно все и дальше думать, что все само будет работать Нет, не будет, нужно будет еще включать людей Четвертая проблема – это работа с людьми Многие думают, что личные знакомства, связи, главное, чтобы команда была хорошая Команда наша, все слышу я очень часто, что у меня сотрудники отличные, и на них все держится Это тоже все прекрасно, даже если у вас и сотрудники на работу ходят, как на праздник И у вас с ними замечательные отношения, то, во-первых, это может длиться не всегда Люди меняются, обстоятельства меняются, сегодня у них одно, завтра другое Мироощущение меняется, кто-то сходит на какой-то тренинг, кто-то сходит на другое мероприятие Переедет, ну и так далее, да, то есть могут возникать совершенно непродвиденные варианты событий И мы должны это в любом случае учитывать Как это учитывается? У нас и система, и люди, они совмещены Совмещены они вместе по той причине, что системой мы ограничиваем основные показатели Из которых нельзя выходить, а люди нам помогают работать в этой системе И наоборот, да, у нас есть люди замечательные, но мы им говорим, смотрите, вот нам есть некоторые показатели, которые надо соблюдать Таким образом мы даже не ограничиваем их и помогаем им выполнять свою задачу и выполнять свою роль Поэтому четвертое, ни в коем случае нельзя ограничиться только людьми и думать, что люди наши все Людям нужна система, нужен продукт, нужны продажи, в общем, все вместе взятое И пятая часть, это моя любимая, вернее, одна из любимых, потому что очень часто я встречаю модель поведения, модель работы Немножко она безответственная и заключается в том, что люди думают, что кто-то за них придет и все сделает То есть да, я собственник, я руководитель, я найму людей и они за меня уже сделают Это по сути перекладывание ответственности, когда человек говорит, да, мне эта тема нужна, я хочу развивать работу с людьми, я хочу строить систему Я хочу строить продажи, я хочу строить продукт и мне нужен партнер Вот мне обязательно нужен партнер, либо человек, который придет и мне все наладит И они бегают по рынку, просто ища различные варианты, естественно, каждый там строит что-то под себя, а не под них И, соответственно, выходит это все боком, потому что система не складывается Вот комбинация из этих четырех элементов, плюс пятая, как это будет работать и кто это будет делать, кто это будет налаживать, она не сходится Что здесь делать? Единственным верным решением это разобраться во всем самому Не нужно делать и проектировать систему идеальную, можно ее сделать какую-то, чтобы она начала работать И дальше уже разобраться, как можно было ее редактировать Более того, редактировать мы будем ее не сами, будут редактировать наши люди по тем правилам, которые мы заложили в систему Поэтому ключевая вещь, это один раз, если вы предприниматель, если мы работаем в бизнесе, если мы хотим расти и развиваться То один раз несложно понять систему, несложно ее построить, спроектировать ее, можно сделать это самостоятельно, либо с консультантом В любом случае мы должны понимать одну вещь, никто за нас ничего не сделает, это наша ответственность Нужно это просто брать и делать, брать ситуацию в свои руки Это пятая ошибка, которую совершают многие начинающие, да и даже опытные бизнесмены Думают, что кто-то сейчас прилетит вдруг в волшебник в голубом вертолете и сделает все за них Нет, этого не будет, нужно в любом случае будет заниматься этой темой самостоятельно Итак, мы разобрали 5 основных мифов, 5 ошибок, с которыми я больше всего из практики встречаюсь в головах у людей И мы с этим работаем, стараемся это убрать Что же самое важное? Это работа с нашим мозгом, это умение и развитие в себе навыков Которые позволяют нам достаточно оперативно и быстро внедрять те моменты, которые нам нужны для построения систем Те системы, которые мы обсудили, это продажи, это продукты, это работа с людьми и построение внутренней организации А также не думать, что кто-то нас заменит и мы сможем делегировать какую-то самую важную часть работы, которая касается именно нас Но при этом делегировать мы можем другую часть работы Так вот, чтобы это все освоить, нужно один раз подумать и развить свои навыки в продажах, в систематизации, в работе с людьми, в построении систем и в умении делегировать То у нас все получается На этом сегодня все, с вами был Станислав Орехов, пока!